Добрый день, коллеги! Я заместитель директора Департамента экономической безопасности Минэнерго России. Я выступлю перед вами с тематикой задачи Министерства энергетики Российской Федерации в области информационной безопасности и безопасности критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что топливно-энергетический комплекс – это довольно сложная структура, которая включает в себя предприятия, которые занимаются добычей, переработкой, транспортом всех видов топлива и производством, транспортом электроэнергии. Если разобраться по этой схеме, то разнообразие различных направлений и системы управления получается в каждой области, оно очень велико, с чем и связано несколько сложное решение, усложненное решение задач информационной безопасности и в частности безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Надо отдать должное, что министерство вовремя среагировало на те изменения, которые идут в области информационной безопасности и в рамках министерства был на грани 2018-2019 года создан Департамент экономической безопасности, а буквально год назад, в начале 2021 года, создан отдел обеспечения информационной безопасности и противодействия киберугрозам в ТЭК. Вот задачи, решаемые Департаментом экономической безопасности, как раз в области информационной безопасности и безопасности КИИ-ТЭК, представлены на этом слайде. Ну это прежде всего взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности КИИ-ТЭК с Советом безопасности Российской Федерации, с ТЭК России, с ФСБ России и другими федеральными органами исполнительной власти. Следующий момент – это контроль мероприятий по информационной безопасности в самом аппарате Министерства энергетики. Кроме того, решаются вопросы – это координация работы по категорированию объектов КИИ-ТЭК в области всей отрасли, организация и проведение командно-штабных тренировок и учений с субъектами КИИ-ТЭК. Надо отдать должное, здесь большую помощь нам оказывает ФСТЭК России, ФСБ России, и привлекаем к этой работе еще государственный полигон в лице Ростелеком Солар. Кроме того, были по особому указанию правительственных структур выполнены организации проведения оценки защищенности субъектов КИИ-ТЭК, тоже с активным участием как в СТЭК России, так и ФСБ России. Результаты, акты, которые были составлены по этим результатам проверки, носили рекомендательный характер и были направлены на правильное решение вопросов, категорирование и создание систем безопасности на объектах КИИ. Проводилось это в основном, конечно, в Центральном округе, потому что, прежде всего, под внимание брались московские регионы, московская область. Кроме того, министерство занимается разработкой и изданием нормативно-правовых актов и методических документов по информационной безопасности в ТЭК. Я немножко дальше остановлюсь на этом вопросе. Да, в министерстве одном из первых создан ведомственный центр информационной безопасности. В рамки ответственности ведомственного центра входит безопасность самого центрального аппарата Министерства энергетики плюс подведомственных организаций. Это по руководящим документам ФСБ России. Это реализовано, это работает, и отдел обеспечения информационной безопасности как раз курирует эту всю работу. Следующий момент – это участие в образовательных программах по информационной безопасности и взаимодействии с профильными вузами. У нас два таких мощных вуза – это РГУ «Нефти и газа» им. Губкина и МЭИ. С МЭИ я сегодня уже разговаривал, я готов посетить их полигон, посмотреть. А с РГУ «Нефти и газа» мы давно работаем. Они оказывали нам помощь в создании как раз методических указаний по категорированию объектов КИТЭК, и там активное взаимодействие имеется. Хотелось бы вернуться все-таки к 187 ФСБ. Прежде всего, к понятиям. Критическая информационная структура, как указано, это объекты критической информационной структуры, а также сеть электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов. Объекты КИИ – это информационные системы, информационные сети, автоматизированные системы управления технологическими процессами субъектов критической информационной структуры. И субъектами КИИ являются государственные органы, учреждения, юридические лифты, которым на законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуниционные сети и автоматизированные системы управления, функционирующие в данном случае для нас в сфере энергетики и ТЭК. Я хочу обратить внимание, что в законе почему-то разделили, хотя министерство отвечает за топливный энергетический комплекс, и у нас понятие ТЭК включает электроэнергетику, но в законе почему-то разделили эти два понятия, но ничего страшного, мы работаем и в данном направлении. Вот хотелось бы здесь, я уже один раз в своём выступлении останавливался на этом, но хотелось бы обратить внимание, что не все руководители организации правильно понимают, что является объектом КИИ. Объектом КИИ, как указано на этом слайде, в соответствии с законом, являются те объекты, которые во втором строке указаны. Многие руководители считают, что это отдано на откуп им. Они могут спокойно вычеркнуть какой-то объект, который, ну, объектом, например, к информационным системам относится. Если у вас есть сервер и несколько компьютеров, это уже информационная система, и вы обязаны её категорировать, чтобы сделать заключение. Да, это, например, незначимый объект. Но нигде не сказано, что руководители предприятия имеют право взять ручечкой и вычеркнуть это дело. Поэтому обращаю внимание, что понятие объекта КИИ, оно как-то трактуется своевольно, я бы сказал так. Ну и какие же мероприятия предусмотрены? Это, прежде всего, категорирование объектов КИИ, обеспечение безопасности объектов КИИ и обеспечение взаимодействия с госсомкой. Останавливаться не буду, это всё написано в законе, но вот эти моменты нельзя упускать, так сказать, все три этапа реализации 187 ФЗ. Значит, и основные регуляторы. Это правительство Российской Федерации, которое определяет порядок критерий категорирования, порядок осуществления государственного контроля. Значит, ВСТЭК России, который ведёт реестр значимых объектов КИИ, контроль результатов категорирования, определяет требования по защите объектов КИИ, значимых и незначимых, кстати говоря, и осуществление государственного контроля. ФСБ России осуществляет оценку защищённости объектов КИИ и порядок взаимодействия с государственной системой предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Минэнерго России, к сожалению, в соответствии с законом предоставлено только одно право – вырабатывать дополнительные требования, учитывая специфику тех объектов, которые находятся в его ведении. Сразу скажу, что министерство немножко с этим, не то что немножко, а категорически с этим не согласно и предлагает внести некоторые изменения, о которых я чуть-чуть остановлюсь дальше. Какие практические мероприятия сделаны в министерстве? Ну, как я уже сказал, в рамках административной реформы создан отдел обеспечения информационной безопасности противодействия кибер-угрозам в ТЭК в составе Департамента экономической безопасности в ТЭК. Кроме того, приказом Минэнерго России была создана рабочая группа еще в 2018 году, а в 2020 году статус рабочей группы по координации обеспечения безопасности объектов критической информационной структуры был повышен до уровня постоянно действующей комиссии. К сожалению, в связи с пандемией в прошлом году мы собирались только один раз. До этого в году получалось 2-3 раза собиралась комиссия по самым важным и критическим вопросам, которые в области координации мероприятий по выполнению требований 187 ФЗ существуют. Ну, кроме того, решались вопросы и оговаривались вопросы и функционирования госсобки и все прочее. Ну, вот в данном моменте нам немного помешала пандемия, потому что очень собирать людей, а вопросы, как правило, обсуждаются на грани закрытых, поэтому очень собирать людей мы много не могли. Ну и вот спасибо СТЭКу России. При их согласовании Минэнерго разработаны и опубликованы на официальном сайте Минэнерго методические рекомендации по определению и категорированию объектов критической информационной структуры топливно-энергетического комплекса. Дело в том, что многие организации еще не завершили этот процесс, и поэтому они актуальны до сих пор. На вчерашнее число количество обращений к считыванию документа занимало 31 375 раз, в то время как значимых объектов КИИ у нас около 7 тысяч попало в реестр, то есть гораздо больше, чем количество значимых объектов. Я знаю, что в здравоохранении сейчас, насколько я помню, разработаны методические тоже указания, но нигде, и в Московском правительстве. Но почему-то у них нигде не указано, что они согласовали их со СТЭК. Вот этого я не увидел на сайте. Надо бы указать, что это имеет прямое отношение, то есть прямое согласование с СТЭК, потому что иначе, как документ, несколько нелегитимен, если он не согласован с СТЭК, получается. Значит, тут предложение Минэнерго по внесению изменений в 187-ю, другие законодательные акты, вот представлены на этом слайде. Ну, мы вот в свете тех рекомендаций, которые сейчас идут, вот если, вы знаете, уже опубликовано изменение в статью 19.2 постановления правительства по мониторингу проведения достоверности и актуальности сведений, которые представляются в СТЭК, и вот в развитии этого сейчас новые предложения появились, мы считаем, что вот в статье 3, 187 ФЗ сказано, что в области Минкомсвязи предоставлены дополнительные права, то есть и они оговариваются законом о связи. Но почему у других, у нас, например, в Вене Министерстве есть 256 ФЗ о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса? Почему такую же отсылку не сделать для других министерств, у кого есть законы об безопасности в их сфере? Понимаете? И там уже расписать те, с учетом специфики этих министерств, расписать те мероприятия, которые необходимо делать в своей отрасли. Мы считаем, что тут вполне назрел вопрос о внесении вот такого отсылочной нормы 187 ФЗ. У нас есть свой закон 256 ФЗ о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Мы готовы к статье 11, которая называется «Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса», расширить ее и все мероприятия, которые мы реально проводим, там описать, как они должны делать. А во исполнении 256 ФЗ у нас существует еще постановление правительства номер 861, где описываются процессы, которые определяются в 256 ФЗ. И в перечи потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства вполне можно расширить с учетом требований 187 ФЗ. Ну и немножко еще о практической деятельности расскажу. Значит, совсем две минуты, даже меньше. Значит, у нас создан, как я сказал, ведомственный центр информационной безопасности на базе ситуационно-энергетического центра Минэнерго России, который отвечает за информационные ресурсы Минэнерго и подведомственных организаций. Руководит, контролирует эту работу и курирует отделы информационной безопасности противодействия киберуродам в ТЭК. Налажена полностью связь с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам ФСБ России. Все это работает. Но мы пришли к выводу, проводя киберучения совместно с ТЭК, что мало этого, мало нужно создавать центр, отраслевой центр управления кибербезопасностью в отрасли. В данный момент мы проводим пилотный проект в этой области, в котором участвуют 12 крупнейших организаций электроэнергетического направления. Имеются положительные результаты по этому вопросу, куда мы подключили пока что только субъекты КИИ электроэнергетики, я сказал уже 12 штук, и активно в этой работе участвует Ростелеком СОЛАР со своим полигоном, и у нас есть добровольное сообщество АЦ, так называемая, ассоциация цифровой энергетики, которые тоже активно участвуют в этой работе. И вот уже многие сервисы, которые обыграны в этой структуре, которые не используются в уже существующей структуре, они получили положительную оценку от всех участников проекта, и мы считаем, что мы сейчас продолжим этот проект, потому что вообще-то отраслевые центры с законодательством нигде не определены, это тоже недостаток, где-то нужно это дело оговаривать. Но можете делать, тогда неопределенный функционал, хотя бы какой функционал возлагается, понимаете? Поэтому мы считаем, что назрела необходимость уже вот такое, по крайней мере, оговорить, возможность построения таких отраслевых центров информационной безопасности, тем более у нас очень мощная отрасль, это электроэнергетика, очень мощная отрасль, это нефтегазовая, где своя специфика, свои вопросы кибербезопасности, и это требует проработки.